Традиционно накануне памятной даты первые лица города проводят торжественный прием почетных граждан. Звание почетный гражданин города Героя Мурманска учредили в 1974 году. Его присваивают тем, кто проработал в столице Заполярья не менее 25 лет и внес большой вклад в развитие города. Его удостаиваются те, чья деятельность получила признание мурманчан. Это не только самая высокая оценка заслуг, но и большая ответственность. В последние годы уделялось большое внимание тому, чтобы действительно был налажен диалог между горожанами. А почетные граждане – это цвет горожан, и они представляют во многом интересы и разные взгляды. Люди, которые обладают очень большим жизненным опытом, много что у них за плечами. За 43 года званием почетных гражданин в Мурманске были награждены 74 человека. Среди них моряки, преподаватели, строители, врачи и учителя. Сегодня в городе 23 почетных гражданина. Все они активно участвуют в жизни столицы Заполярья и отмечают позитивные перемены в облике города. Я коренная мурманчанка, я родилась здесь, и, конечно, город рос на моих глазах, и были трудные годы. Я не беру тот период, который связан с войной, с разрухой и так далее. Я беру даже 90-е годы, когда я активно работала и была в профессии. И вот сегодня есть чем сравнивать. Казалось бы, мы просто не прорвемся из того, и люди будут уезжать. И вот сегодня, как преобразился город, причем каждый год мы видим что-то новое. Если почетным гражданам внимание власть тельстит, то городским главам важно знать мнение людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют давать профессиональную и объективную оценку процессам, происходящим в Мурманске. Встречаются руководители муниципалитета и почетные мурманчане регулярно. Это происходит не только в день города, это происходит на регулярных встречах, которые мы проводим. Действительно, наши почетные граждане очень активные и дают много дельных советов. Яркий пример такого сотрудничества – наборы родившимся в городе Героя Мурманске. Их стали вручать новорожденным именно по инициативе почетных граждан города. Также при их поддержке была проведена реконструкция сквера Утралфлота и создание памятника ждущая. Конечно же, это послание было... Продолжение следует...